Иван-царевич, Богу помолясь, в постель улег и скоро сном глубоким заснул и проспал до полудня. Вставший, умывшийся, одевшийся, он бабе-яге подробно рассказал, зачем заехал к ней в дремучий лес. И баба-яга ему ответствовала так. Ах, добрый молодец Иван-царевич, затеял ты нешуточное дело, но не кручинься, все уладим с Богом. Я научу, как смерть тебе, Кощея, бессмертного достать. Изволь меня послушать. На море, на океане, на острове великом, на буяне, есть старый дуб. Под этим старым дубом зарыт сундук, окованный железом. В том сундуке лежит пушистый заяц. В том зайце утка серая сидит, а в утке той яйцо. В яйце же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми и с ним ступай к Кощею. А когда в его приедешь замок, то увидишь, что змей двенадцатиголовый вход в тот замок стережет. Ты с этим змеем не думай драться. У тебя на то дубинка есть. Она его уймет. А ты, надевший шапку-невидимку, иди прямой дорогою к Кощею бессмертному. В минуту он и сдохнет, как скоро ты при нем яйцо раздавишь. Смотри, лишь не забудь, когда назад поедешь, взять и гусли самогуды. Лишь их игрою только твой родитель, Демьян Данилович, и все его заснувшие с ним вместе государства пробуждены быть могут. Ну, теперь прости, Иван-царевич, Бог с тобою. Твой добрый конь найдет дорогу сам. Когда ж свершишь опасный подвиг свой, То и меня, старуху, помяни не лихом, а добром. Иван-царевич, простившись с бабою-ягою, Сел на доброго коня, перекрестился, Помолодецки свистнул, конь помчался, И скоро лес дремучий за Иваном-царевичем пропал вдали, И скоро мелькнуло впереди, чертою синий, На крае неба море-океян. Вот прискакал и к морю-океяну Иван-царевич, Осмотрясь, он видит, что у моря Лежит рыбачий невод, И что в том неводе морская щука трепещется, И вдруг ему-то щука по-человечье говорит, Иван-царевич, вынь из невода меня И в море брось, Тебе я пригожуся. Иван-царевич тотчас просьбу щуки исполнил, И она, хлестнув хвостом в знак благодарности, Исчезла в море. А на море глядит Иван-царевич в недоумении. На самом крае, где небо с ним как будто бы слилось, Он видит длинной полосою Остров Буян чернеет. Он и недалек, но кто туда перевезет? Вдруг конь заговорил. О чем Иван-царевич задумался? О том ли, как добраться нам до Буяна острова? Да что за трудность! Я тебе корабль! Сиди на мне, да крепче за меня держись, Да не робей и духом доплывем! И в гриву конскую Иван-царевич рукою впутался, Крутые бедра коня ногами крепко стиснул, Конь рассверепел и, раскакавшись, Прянул с крутого берега в морскую бездну. На миг и он, и всадник в глубине пропали. Вдруг раздвинулась от шума морская зыбь И вынырнул могучий конь из нее с отважным седоком. И начал конь копытами и грудью Бить по водам и волны пробивать. И вкруг него кипела, волновалась, И пенилась, и брызгами летела морская зыбь. И сильными прыжками, Под крепкие копыта загребая, Кругом ревущую волну, Как легкий на парусах корабль С попутным ветром. Вперед стремился конь, И длинный след, Шипящую за ним, бежал змеёю. И скоро он до острова Буяна доплыл, И на берег его от логий Из моря выбежал покрытой пеной. Не стал Иван-царевич медлить. Он, коня пустив по шёлковому лугу, Ходить, гулять и траву медовую щипать, Пошёл поспешным шагом к дубу, Который рос у берега морского На высоте муравчатого холма. И к дубу подошед Иван-царевич, Его шатнул рукою богатырской, Но крепкий дуб не пошатнулся. Он опять его шатнул, Дуб скрипнул, Он ещё шатнул его, И посильнее дуб покачнулся, И под ним коренья зашевелили землю. Тут Иван-царевич всей силою рванул его, И с треском он повалился. Из земли коренья со всех сторон, Как змеи поднялись, И там, где ими дуб впивался в землю, Глубокая открылась яма. В ней Иван-царевич кованый сундук увидел. Тотчас тот сундук из ямы он вытащил, Висячий сбил замок, Взял за уши лежавшего там зайца и разорвал. Но только лишь успел он зайца разорвать, Как из него вдруг выпорхнула утка. Быстро она взвелась и полетела к морю. В нее пустил стрелу Иван-царевич, Да метко так, что пронизал ее насквозь. Закряков кувырнулась утка, И из нее вдруг выпало яйцо. И прямо в море, и пошло, как ключ ко дну, Иван-царевич ахнул вдруг. Откуда ни возьмись, морская щука Сверкнула на воде, потом юркнула, Хлестну хвостом на дно, Потом опять всплыла и к берегу с яйцом во рту, Тихохонько приближась, на песке яйцо оставила. Потом сказала, Ты видишь сам, Иван-царевич, Что я тебе в час нужный пригодилась. Сим словом щука уплыла. Иван-царевич взял яйцо, И конь могучий с буяна острова На твердый берег его обратно перенес. И далее конь поскакал и скоро прискакал К крутой горе, на высоте которой Кащеев замок был. Ее подошва обведена была стеной железной, А у ворот железной той стены Двенадцатиголовый змей лежал. Из его двенадцатиголов всегда шесть спали, Шесть не спали, днем и ночью по два раза Для надзора сменяясь. А ввиду ворот железных Никто и вдалеке остановиться не смел. Змей подымался, и от зуб его Уж не было спасенья, он был невредим, И только сам себя мог умертвить. Чужая ж сила сладить с ним никакая не могла. Но конь был осторожен. Он подвез Ивана-царевича к горе Со стороны противной воротам, В которых змей лежал и караулил. Потихоньку Иван-царевич в шапке-невидимке Подъехал к змею, Шесть его голов во все глаза по сторонам глядели, Разинув рты, оскалив зубы, Шесть других голов на вытянутых шеях Лежали на земле, не шевелясь, И сном объятые храпели. Тут Иван-царевич, подтолкнув дубинку, Висевшую спокойно на седле, Шепнул ей «Начинай». Не стало долго дубинка думать. Тотчас прыг с седла, На змея кинулась, И, ну, его по головам И спящим, и не спящим гвоздить. Он зашипел, озлился, Начал туда-сюда бросаться, А дубинка его себе колотит да колотит. Лишь только он одну разинит пасть, Чтобы ее схватить. А нет, прошу не торопиться, Уж она ему другую чешет морду. Все он двенадцать ртов откроет, Чтоб ее поймать. Она по всем его зубам, Оскаленным как будто на показ, Гуляет и все зубы чистит. Взвыв и все носы наморщив, Он зажмет все рты и лапами Схватить дубинку, попробует. Она тогда его чистит По всем двенадцати затылкам. Змей в выступлении, как одурелый, Кидался в вылку, Выркался от злости, Дышал огнем, Грыз землю все напрасно. Не торопясь, Отчетливо, спокойно, Без промахов, Над ним свою дубинка Работу продолжает И его, как на таку усердный цепь, Молотит. Змей, наконец, озлился так, Что начал грызть самого себя, И когти в грудь, Себе вдруг запустив, Рванул так сильно, Что разорвался надвое И свизгом, На землю грянувшись, И сдох. Дубинка? Работу и над мертвым продолжать, Свою, как над живым, хотела. Но Иван-царевич ей сказал, Довольно. И вмиг она, Как будто не бывала, Ни в чем повисла на седле. Иван-царевич, У ворот коня оставив, И, разославши скатерцем Обранку у ног его, Чтоб мог усталый конь Наесться и напиться вдоволь, Сам пошел, Покрытый шапкой-невидимкой, С дубинкою на всякий случай И яйцом, В Кащеев замок. Трудновато было Карабкаться ему наверх горы. Вот, наконец, Добрался и до замка Кащеева Иван-царевич. Вдруг он слышит, Что в саду недалеко Играют гусли-самогуды. В сад вошедший, В самом деле он увидел, Что гусли на дубу Висели и играли, И что под дубом тем Сама Елена Прекрасная Сидела, погрузившись В раздумье. Шапку-невидимку снявши, Он тотчас ей явился И рукою знак подал, Чтобы она молчала. Ей потом он на ухо шепнул, Я смерть Кащееву принес, Ты подожди меня на этом месте, Я с ним скоро управлюся И возвращусь, И мы немедленно уедем. Тут Иван-царевич снова Шапку-невидимку надев, Хотел идти искать Кащея Бессмертного В его волшебном замке, Но он и сам пожаловал. Приближась, Он стал перед царевную Еленой Прекрасною И начал попрекать ей Ее печаль и говорить, Иван-царевич твой К тебе уж не придет, Его уж нам не воскресить, Но чем же я не жених тебе, Скажи сама, Прекрасная моя царевна, Полно ж упрямится, Упрямство не поможет, Из рук моих Оно тебя не вырвет, Уж я... Дубинке тут шепнул Иван-царевич Начинай! И принялась Она трепать Кащею спину С криком, Как бешеной Коверкаться и прыгать Он начал, А Иван-царевич Шапки не сняв Стал приговаривать Прибавь, прибавь, дубинка, По делам ему собаки, Не воруй чужих невест, Не докучай своей волчьей харей И глупым сватовством Своим прекрасным царевном Злого сна не наводи На царство, Крепче бей его, дубинка! — Да где ты? Покажись! Кричал Кощей, Перекувырнулся и околел. Перекувырнулся и околел. Перекувырнулся и околел. Продолжение следует... Продолжение следует...